Мэтт, у тебя есть гастрит? Ну наверняка типа есть, он у всех есть, чувак, 21 век, да какую мне кнопку-то надо нажать ради фаст-тревела? Ладно, там пока только про гемофилию дошло до вас, но поеду тогда, короче, по навигатору, фиг его знает. Не хочется рулить просто, если реально тут можно на кнопку нажать и приехать сразу туда, куда надо, то я бы этим пользовался. Это бы сократило количество прохождения Far Cry 4, который и так больше похож на DLC к Far Cry 3. Но блин, 2000 рублей это слишком много, ребят, чтобы просто бросить. Я все понимаю, но и вы должны понять меня. Если бы вы потратили 2000 рублей настолько бездарно, вы бы так же делали. Вот почему я правду говорю про консоли. Мне PlayStation бесплатно досталось и все такое. Xbox тоже. Поэтому я могу правду сказать о том, что, ну типа, ну, ну, ну вы поняли, там, что там реально 15 FPS и играть невозможно. А выглядит все еще хуже, чем на компе. Как на минималочках. А люди, которые тратят по 40 тонн за консоль, они же будут защищать это дерьмо до конца жизни. Это как люди, которые уехали жить в другую страну, они так и будут рассказывать, тут так классно, тут так классно, классно, так классно. Мне тут так хорошо и совсем не одиноко и не хреново. И тут, и тут лучше. И правительство лучше, и все лучше. Так. Хотя нет, меня сейчас ватником назовут за свою позицию, но почему-то, когда другие люди и обзорщики ударяются в ватническую риторику и полностью строят свою популярность на том, что Россия вперед, эта позиция называется философской. И людей считают умными. А когда я становлюсь ватником, то меня ненавидят. Когда засираю Россию, то еще сильнее ненавидят. Никто не любит Мэдисона. Участвуйте в событиях кармы. Да, ну вас за задницу. Я вообще ни в чем участвовать не буду. Мне есть чем заняться. Тут наверняка даже обычного-то сюжета на 15 часов, чтобы еще в событиях кармы участвовать. Ну, расстреливают какие-то чуваки в красных штанах, чуваков в синих штанах. Я уже сказал, что если бы у меня реально был выбор относительно прохождения, то я бы за поганый минус сражался. Илья, какой у тебя рост? Я уже говорил, что мой рост 178 сантиметров был, когда я мерился в военкомате в 18 лет. Я сомневаюсь, что я уменьшился в размерах, но у меня есть подозрение, что я вряд ли вырос. Так что я думаю, что мой рост где-то 178 так и остался. Купить новый Dragon Age, еще более пустая трата 2000. Поэтому, ребят, я обещал сегодня стримить Dragon Age, но я не купил его. Ну, типа я... Ну, серьезно. Слон! Вы говорили, его можно оседлать. Ну, садись на слона, блин. Как сесть на слона, чуваки? Мне нужно седло купить или в чем дело? Или у меня скилла нет? Он улыбается мне, типа слон радостный и все такое. Ну и говно. Даже Джимбо не хочет мне покатать. Вставай, страна огромная. Минимум 5000 людей любят Мэдисона. Блин, если бы мне продали... Если мне дали бесплатный Dragon Age, я бы постримил его, конечно. Еще 2000 тратить, это уже будет 4000. Так стримы никогда не окупятся. Один... Типа месяц стримов приносит 149 долларов. Сначала захвати пышку. А, не. Пизду. А, с богом вперед. Что за хуйню ты сейчас сказал? Ну, если ты не понял, что я сказал, то это значит, что у тебя мало IQ, чувак. Если ты не можешь 2,2 сложить, то ты просто туп. Вот и все. Либо ты ватник. Илья, по какой причине в армию не взяли зрение? Нет, плоскостопие, конечно. У тебя нет орешков, без них он тебя катать не будет. Отлично. Слон меня не покатает. Что ж, поехали дальше. Только находишь что-нибудь, что кажется веселым. И тут же такой облом. У меня нет орешков. Я даже не знаю, где посмотреть мой инвентарь, чтобы убедиться в наличии или отсутствии орешков. Лично я считаю, что у меня все в порядке с орешками. Бля, мне надоело, короче. Повстная дебильная музыка, как будто в пионерлагере. Погнали. Здесь мне надо собрать разведданные. Но я надеюсь, Амата не обидится, если я просто перестреляю всех нахуй. Не хочу стелсом проходить. Как же меня достало, что на пригорок не может забраться даже. Не-не-не-не-не. Блять. Сука, она взрывается в руках, если ее долго держать. Просто кошмар. Как бинокль достать? Да, у меня вместо бинокля это сранее вспомнил. Так. Твою мать, акула! Да как так? Это... В этом озере вообще никто не должен водиться. Вы что, смеетесь, что ли? Оно... Меньше, чем лужа. Да. Блять, ну акула это интересно. Это даже не акула, это... Не знаю, лещ какой-то здоровенный. Она где-то тут, сейчас я... Угу. Угу. Плывет вот там вот. Ну-ка. Нет, выжила, сука гадина. В том углу плавает. А, блин, у меня же гранаты есть в натуре, че я туплю-то. Не, ну это ноль из десяти, я реально... Если это не глушит рыбу, то я не знаю, ребят. Ну, согласитесь, но... Я не знаю, честно. Кто был на рыбалке хоть раз, тот со мной согласится. Ну, из тех, кто был на рыбалке и браконьерствовал по-жёсткому. Давай, парень. Тебе они уже не пригодятся. Обыщите мёртвых пластанцев, найдите разведданные. Правильно ли я выбрал задание? На том хоть пострелять, наверное, можно было. А здесь просто трупы лутать. Ещё и загорелся опять. Как обычно. Как можно было убить людей в буддистском храме? Ничего святого просто. Ничего святого. Хуже только, когда читал про... Геноцид в Руанде. Там вообще в церкви убили 300 человек. Безжалостные негры. Но судя по тому, что мне дали просто огромное количество бинтов, ракет и патронов, то всё-таки замес какой-то ожидается. Сейчас приедет что-нибудь и начнёт меня ябать. Да что ж такое? Я обо всё начинаю гореть. Блин, это неудобно. Ай. Ну да, вон уже. Я понял. Какой-то, блядь, Робин Гуд со стрелами в огне. Блядь, я горю от этой игры. Серьёзно, я постоянно горю. Всё, что происходит, постоянное горение. Бесконечное. Я ещё ни на секунду не переставал гореть. Но не от того, что игра плохая, а потому что здесь все огни, точнее, все враги стреляют огнём, как блядские драконы. Да откуда он вообще шпилит, блядь? Ага, понял. Хорошо, что... мой герой, точнее, наш герой, ну, вы поняли, главный герой игры, прекрасный врач. Который лучше Малахова знает всё о самолечении за одну секунду. Разведданных найдено. Один из трёх. О, боже. Кого мне из них ещё надо обыскать, чтобы найти оставшиеся разведданные? Я даже не помню, какие трупы я уже залутал. Блядь. Господи, это просто уже начинает становиться симулятором хирурга. в пизду надоело. Совсем не доставляет никакого интереса, если честно. Сейчас, секундочку. Придумаем, чем заняться. Небольшой перерывчик, пока не уходите. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 подгоняй их просто в ряд сюда так это важно только бы не ограбление банка не 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 в пизду ребят я этим больше не занимаюсь и если кто переведет мне деньги если кто переведет мне деньги то это будет тоже охуительно конечно но не критично пойду проверю но в любом случае я сниму все с банкомата все-таки арма такая игра тут надо самому придумают развлечение иначе будет просто очень скучно естественно сразу весело не будет но как только я очень придумаю сразу как бы это движуха начнется я надеюсь во всяком случае в этот раз не будем делать то что мы уже делали по несколько раз то есть воровать копов и всякое такое дерьмо хочу еще не поинтереснее придумать тем более если вы играете на сервере то это будет вообще заебись все короче на слышите ребят этого достаточно я думаю больше не берите садитесь каждый за руль одной машины кто в нашей группе стоит просто в каждой по машину садить да 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 раздай всем ключи чтобы в каждой тачке был водила так меня это закрой просто в машине на заднем все все газу и а то эти пидоры сейчас доебутся давай давай по газам ну блять ёбаные копы короче вообще не дружит с головой господи но это копы человек это копы но все на я видите ребят мы хотели поиграть я хотел на стриме в другой город да нет смысла в другой город чуваки это бесполезно но у типа видите вообще никакого настроения нет стримить из-за этого сори ребята я хотел интересную тему провернуть не буду рассказывать какую но это не имеет никакого смысла с такими копами забить просто извините чуваки кто хотел altis но вы сами понимаете возвращаться просто даже никакого интереса нет играть они скатили просто сервер блять в ёбаное говно даже не попытались типа спросить что происходит или просто сразу стрелять в мирной зоне ребят ссори кто просил altis я больше просто не буду заходить это бесполезно абсолютно но для тех кто хочет рп отыгрывать или придумывать какие-то ивенты там просто делать нечего просто делать нечего я ну то есть почему мне нравилось 3 метеорма я пытался принести вот эту атмосферу которая есть на западных серваках когда все типа разыгрывают что-то и так далее ну не касаясь ограбление банка ограбление банка это рокование но не всегда нравились типа мини ивенты что-то разыгранное по сценарию но как то что есть на канале мы от гоу стрима можете зайти оттуда выкладывал только когда что-то реально происходило интересное но ребят блин я не могу больше играть на этих серваках серьезно но это просто бред блять вот мы купили ну я не буду рассказывать что я хотел может я когда-то это реализую но там бы так клёво было если мы сейчас просто выехали на этих тачках мы бы никого не убивали ничего просто замутили бы небольшой вентик и блять в нем бы поучаствовали игроки которым наверняка тоже надоело ничего не делать а просто сидеть на сборах ресов у меня бомбит у меня бомбит ребят меня просто бомбит это бред блять при этом еще какие-то мудаки будут сидеть на форуме причем там лет 40 от рождения и называть меня школьником который пришел и испортил сервер вот меня не было неделю и я захожу и меня просто расстреливают мирной зоне когда мы хотим устроить небольшой вентик просто потому что не пушка этого самого на забейте короче просто побомбил и хватит испортили игру чая могу сказать спасибо ассет карамбаев за подписку так ну и чаще можно постримить чтобы еще включить давайте это что постримлю молясь уже чисто для себя потому что пока там все равно ксюху доту играет делать мне нечего илья ведь можно было бы сделать свой сайт защита от удосы и прикрутив стримы также брать подписку и получать не 7 10 центов во все 5 баксов не нельзя чего это не работает к сожалению типа только в твоих фантазиях я даже объяснять не буду почему но все эти онлайн плеер и проще дерьмо они не работают те придется миллиона 3 вложить рублей чтобы у тебя хотя бы сайт не упала чтобы плеер не задудосили тебе надо еще 10 миллионов джон дон скатился расскажи про свой любимый бар д с какой пиво предпочитающий темно-светлого чувака джон дон когда-то накатывался что ли это же всегда была дыра с типа очень стрёмными ценами для своего уровня ну то есть реально подвал раньше был прокурен и сейчас естественно нет но бросьте он никогда не стоил своих бабок джон дом ну тем не менее какая-то атмосфера в нем безусловно было ладно так почему не полный экран не понимаю как блять окно ну ладно пофигу я уже вроде хотел как-то а да я собирался поиграть со скиллами раскиданными как у меня в жизни ну да наверное это самое нормально чем могу сделать перед тем как спать пойти у меня было просто было просто две идеи которые я очень хотел реализовать в нью-вегасе я щас попробую это сделать во первых вот эта сучка сани смайлс она мне всегда очень нравилась но всегда оставляла мою любовь безответной блять но мне придется перезапустить игру ребят ссоре сейчас я все по-быстрому сделано куда хер у меня в окне запускается совершенно неудобоваримо не могу даже управлять нормально из-за этого так настройка на центр окей сейчас по идее все нормально должно быть почитаю чат пока ух ты никогда не думал что надо бы кстати как-нибудь фоллаут 1 пройти на стрим c до 2 то я прошел на я правда как бы блин ничего не показал считай но если бы я проходил слишком плотно то это бы слишком много времени занял мэтка марафон по фоллаут 1 вот думаю пройти на самом деле фоллаут 1 но типа я так могу его пройти где-то за полчаса наверное но если так более-менее показ даже полностью если проходить игру то он ну я думаю что это у меня займет не больше 6 часов она довольно короткая так игра нормально я просто не знаю я хочу чтобы она более-менее слышно было бы мне там сами напишите да ладно давай первую же первое сейчас не могу пройти он мне не установлен илья ты не можешь на алтис записывать летсплей шикарное видео про месяц наркота враговцам ну чуваки блин это сколько времени мне надо тратить типа чтобы нормально там записать летсплей вам вообще можете себе представить эти менты они ну типа стреляет без предупреждения смерть это сразу откат к нулевой точке то есть тебя убивает это заново все начинаешь записывать договориться с кем-то там тоже абсолютно нереально забейте мне тоже очень нравится алтис но я не могу играть на западных серваках потому что я не владею английском в достаточной степени а ну здесь я просто не могу блин играть это просто уже бред какой-то каких-то придурков школьников набирают потом типа но у них всегда 1000 оправданий своему поведению найдется я уже объяснил перестаньте заставлять меня гореть объясняя очевидные вещи хотите попробовать там допустим на фармите все три миллиона потом какой-то придурочный дебил без всякого предупреждения вас убьет я посмотрю на вас как вы потом мне расскажете какие охуенные роли плей сервера и прежде них я не слышу в игре почему-то так теперь слышу ладно у меня есть план как завоевать ее сердце но для начала мне надо вспомнить где она живет тут несколько домов гуд спрингсе или я будет реабилитации стрима сан-андреас ну чё мне типа сан-андреас играть я вы и так в него сто раз играли ты мне как-то не особо хочется зачем реабилитация и так про него достаточно много рассказала я думаю что большинство адекватных людей так понимают что моя позиция по всем играм абсолютно нормально и адекватно и по half-life 2 и по сан-андреасу а виктору зуеву нравится в эрерс или типа того но вы поняли я просто не знаю но как бы очевидно что у кого нормальные вкусы у кого нет зачем что-то реабилитировать в данной ситуации парни все и так понятно блин в каком из домов живет это блять она живет же в одном из них я просто столько прохождения всегда хотел хоть как-то добиться ее внимание но этого нельзя сделать потому что разработчики это не продумали кто помнит какой из домов и и я буду очень благодарен пошли уебанские вопросы скоро во втором доме прямо из бара она живет тоже так казалось но я проверил там вроде написано должно быть дом сани смайлз или она в той стороне второй дом из бара а может этот ладно я щас поищу рано или поздно найду ладно пофигу это не столь принципиально пострима с эффект масс эффект вы чё с ума сошли не играем а свет мне не нравится эта игра в рубилу и армстронга не знаю там вообще слышно музыку типа из игры потому что она у меня играет она и так достаточно самодостаточно чтобы включать луи армстронга и ловить бан на канал поиграем драгана очень интересно будет посмотреть но мне во всяком случае я-то и уже достаточно раз прошел достаточно большая по всем меркам на я не понимаю смысла не вижу начинать драгана еще стримить просто потому что игра реально настолько длинная что первый раз ее дропнул за продолжительности я боюсь что у вас но терпению самих не хватит ждать пока я пройду поэтому ну и я не думаю что это лучшая игра для стрима после вы хотите типа новый драган эйдж что блин ну тут я даже не знаю как поступить потому что мне своих денег реально жалко если вам не жалко своих вы можете скинуть не с пометкой на драган эйдж если скинет несколько человек я всех перечислю но деньги не верну пошли в пизду так покажи в общем тут такая ситуация не очень помню а я помню у меня всегда проблемы были с этим дерьмом то что типа есть лопата есть лопаткой я порой просто мискликал бинокль плеть я даже не знаю зачем он вообще нужен в этой игре ни разу им не пользовался если учесть насколько тут убер убер имбовая снайперское оружие то даже представить не могу я кстати сейчас посмотрю как я раскидал спешил потому что господи зачем ладно я понял я я вспомнил что я делал все это типа чтобы как реальности было но то что я сейчас увидел это вообще не играбельный билд это даже и не билд это дебилд поэтому fallout не вегас помню прошел забыл сейчас захотелось перепройти но я тебе завидую я эту игру четыре раза прошел поэтому мне наверное уже нечего тут делать я ну нет ни одного квеста который я бы не прошел всеми способами и так далее единственное что ну deal си мне не очень запомнились но я помню что они не настолько интересно чтобы проходить еще раз реально а так игра ну на мой взгляд просто замечательно то есть но у меня были перепады настроения знаете когда много слишком играешь блин у меня так еще что у меня гланди прилип лобковый волос очень странное чувство ну ладно я к тому что когда много играешь любая игра вдруг начинает казаться не такой здоровской но это полная чушь на самом деле все прекрасно с fallout new vegas даже сейчас вот я несколько тоже наверно месяц я не запускал и чувствую что зря но точнее не зря чувствую легкую ностальгию и даже нет все нормально я уже подумал что заблудился немножко для начала игры есть два имбовых оружия типа ближнего боя и обычного стрелкового снайперского короче но шанса это для ближника и я у точно не помню где находится эта пещера но как по мне то где-то здесь до нее не так просто добраться в начале игры но там лежит крыс собой просто имбовая снайперская винтовка я за ним может потом еще схожу начале игры она чили чиниться обычными в арминтами для нее просто дикое количество патронов а сейчас я сейчас я куда-нибудь отойду чтобы скрипты работали правильно и подожду ночи я просто очень хочу пробраться к сани смайлз в спальню сейчас посмотрим получится ли у меня это сделать или нет но типа знаете развлечение так 12 часов дня действия пива закончилась берем ножик выпьем водички пока убираем я надеюсь она из-за скрипта не стоит всегда в баре если они прошел это блядское обучение и возвращается к себе домой ночью сейчас проверим нет ли ее в салоне сина это ебаная тут можем попсу а ты тут не хочу домой это пойти спать типа ли вроде того мы от как те моды на альфа тесты за 1000 рублей потом полный игнор разработки аля как в days ну уважаю такие поступки кстати не забудьте заслать еще пару тысяч на 28 панфиловцев так победим отдайте честь дедам кстати да в твоем твиттере 19 половины тысяч подписчиков у кого у меня я не помню от него пароль чуваки если вам промо а twitter для стримов я еще не завел я завтра собирался я не думал что сегодня долго буду стримить я чуваки не помню пароль от своего твиттера если вы меня илюха поменять одну букву на ш получится илюша и правда рубен папян причем трубин папян недавно был на толкучке в царицына продавали первый фоллаут в периоде фаргуса за 30 рублей купил непередаваемое ощущение как будто обратно в детство попал до диск за 30 рублей это реально как будто я помню диски за 27 а потом они риск резко стали 70 после этого какого после кризиса мэтт дред может что-то выиграть с новой команды еще не знаю ребят я не интересуюсь доты не особо разбираюсь с ней у меня сейчас другие задачи я пытаюсь единственная тёлка которая но типа я знаю несколько вощадовых приколов которые связаны например с этой рыжей бабы для которой квесты надо выполнять я например знаю способ как столкнуть ее в пещеру где дерутся когти смерти вниз туда если вы типа заходите на арену но для этого надо чит использовать и знаю еще один адский прикол когда можно принести яйцо когти смерти в спальню уйти вернуться и там будет коготь смерти разорвана это рыжая тёлка рыжая люсия по мы звали вот еще можно пальцем убить фрэнка хоригана тоже такая инфа появилась но этого 2 часть мне многие после стрима писали но у меня не было с собой мутирующего мутирующего пальца ссоре вот тут нам придется осторожненько обойти дом чтобы парень с тяпкой который работает даже после полуночи на грядке на которой ничего не растет у нас не заметил главное не потерять нашу няшу из вида а то придется на бесконечное лето фапать выпущем глаза так основная проблема это ее пёс блин жалко вот у меня нету пушки с глушителем тогда бы эта проблема решилась достаточно просто ну ладно идет быстрое сохранение смотри я попробую сделать это прямо перед входом пёс это реально проблема потому что он же чует что у хозяйки беда и все такое плюс посторонних твою мать нет мне его никак не грохнуть еще это пизда живет одна и поэтому позволяет огромному псу ночевать вместе с ней ладно тут какая-то движуха короче пока еще рано туда входить может быть стоит подождать где-то час насколько я понял она живет с какой-то другой лесбухой даже потому что вряд ли это она надела ночнушку да тут какая-то пизда стоит сани смайл спит но пёс ее стражит чёрт этот пёс это реальная проблема крит прекрасно одну сожительницу мы уже убрали отсюда причем она прекрасно так легла то что ее невозможно трубчик найти но я наверно перепрячу еще более надежно давай давай да не 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 ну типа я не уверен что это самое надежное место нас ты заходишь в кабинет типа пишешь потом такой опа выходишь что в принципе есть даже вариант что не спалишь местоположение этой пизды так это выход сина палит меня я в принципе достаю до нее но я не знаю умрет ли она с первого удара давайте попробуем отлично мне просто нравится твоя хозяйка ты ни в чем не виноват братишка ты ни в чем не виноват ты был хорошим стражевым псом но какой же ты блять тяжелый в два раза тяжелее чем та шлюха которая лежит на шкафу поднимайся ну ладно короче хрен с ним прошу просто тут я не знаю он такой жирный что поднять его практически невозможно так 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 ну что ж приступим так Субтитры сделал DimaTorzok Ну конечно никаких шансов на то, что такому неудачнику как я она бы дала бы при жизни не было Я уже пытался, так что это лучшее на что мы можем рассчитывать, посидеть на ее голой заднице Пожалуй это все Но план удался, я пробрался к ней и теперь мы вместе, вдвоем, мы можем поспать А нет, нельзя спать на чужой кровати, как я мог забыть об этом Ладно, пойдем Пойдем гулять Не охотиться на гекконов, не стрелять в бутылки, а просто гулять И никто нам не помешает, теперь мы только вдвоем Эй Почему ты не хочешь? Зачем ты спряталась за эту вешалку? Вылезай оттуда Ай, ее не достать никогда Блин, это обидно Мне казалось, что Можно выходить С телами через двери Но похоже на то, что нельзя, черт Ах Жалко У меня была еще более охуенная идея После того, как я отрезал ей руку, убил ее в собственной кровати Я хотел изнасиловать ее тело прям на глазах у деда А потом школьники стреляют в одноклассников Да Да, именно так и происходит потом Может все-таки можно как-то выйти вместе с тобой Блять Да, похоже нельзя Но давайте тогда загрузим Момент, где она еще жива Я попробую это реализовать иначе Сори Тут получилось так, что я случайно своровал А, нет, это пиличьи сухарики закончилось Я подумал, что я опять стопку своровал Тут просто такой глюк дебильный в этой игре То, что если ты случайно берешь стопку со стола То никто в городе с тобой не разговаривает Это просто потрясающе Стоп, а теперь у меня нету ножа ш... Ай, блять, я ж тут за ножом не сходил еще Ну ладно, тогда просто подождем, пока она выйдет на улицу Я думаю, что ей будет пофигу на отсутствие ее собаки Прекрасно Настроение отличное Пойдем Выходи Так, раздеваем, забираем винтовку Полетели По идее на меня не должны сагриться за это убийство Меня не видели, но я не уверен на 100% Если сейчас в городе начнут по мне стрелять, то тогда залупы Если нет, то все отлично и как планировалось Just as planned Я напоминаю, что стрим не предназначен для детей Которые, ну типа, знаете, там 13 лет и все такое Я вовсе не пропагандирую жестокость Убийство женщин, которые вам не дали Изнасилование и все такое Но будем откровенны Это веселее делать в компьютерных играх, чем в реальной жизни Именно поэтому я так и развлекаюсь Вы должны меня понять И вы должны меня простить К тому же, в конце концов Я 2 стрима назад убивал бабку с дедом Из-за того, что хотел украсть у них тушенку И никто не сопротивлялся Зато хоть дед Перед своей кончиной От старости увидит хоть что-то интересное А то уже все мхом поросло Самое трудное Это, конечно, располагать вещи Так как тебе этого хочется В этой игре это вовсе не просто сделать Не знаю, как это выглядит на стриме Но я сейчас просто так Шурую мышкой, чтобы Ага, ага, ага Блядь, сучка пьяная Отлично Эээ, ты куда пошёл? Смотри до конца Вот вонючий пердун Ну ладно Остаётся только Немножечко поразвлекаться И я ухожу из этого города Мне здесь не понравилось Мне показалось, что они недостаточно дружелюбны Они недостаточно дружелюбны Спасибо за подписку Это очень кстати Это очень кстати Эта песня лучшая Отдай её, забей Питу Хочу наверное Дед не выдержал Дед пошёл выпустить Да ребят Да ребят У меня прям стоянов кто-то написал У меня скорее олейников Я просто показываю Я просто показываю то, что типа это Но в игре есть разные возможности Нельзя играть только за положительных персонажей И всё такое Развлекаемся как можем Я уже видел всё Илья Похоже она тебя не хочет Чувак, ну я не знаю У неё нет рук даже Чтобы удовлетворить меня полностью В любом случае Мэтт, у тебя всё окей Знаете, мне казалось, что это будет смешно Но мне даже самому как-то грустно И не по себе стало Я хотел отрезать ей голову В конце концов Но получилось так, что я отрезал её обе руки И теперь Похоже, что Мне нравились Мне только руки Спасибо чувакам, которые подписались Да Именно мужчины я себя ощущаю Сейчас я попробую провернуть ещё один прикол Который давно хотел сделать Не знаю, насколько он удастся Будет здорово, если хотя бы на 50% Удачно Настолько же, насколько и это дерьмо Ну и если потом как-нибудь буду ещё Нью-Вегас запускать То покажу ещё две фишки Интересных Ну собственно Этой фишки и не было Я думаю, что многие отрезали Конечности Сани Смайлс И трахали её перед дедом На входе в салум Ну правда, не я один до этого додумался Чуваки, скажите мне В чате, что не я один Пожалуйста А то я действительно буду чувствовать себя странно Похер на баб, но ты собаку убил Собаки мне никогда не нравились Да это норм Ты даже Окей Песенка же есть Вот это действительно грустно Кто-то написал Ну да Собака это грустно Это нормально Я ничего подобного в жизни не видел Мэтт, ты первый Да нет Но если кто-то написал, что я не первый То значит это действительно не так Мне кажется, что за такое могут даже и канал На Твиче теоретически забанить Я, пожалуй, действительно переборщил Я, конечно, понимаю, что насилие в компьютерных играх Это вещь такая Теоретическая Но у меня почему-то такое чувство Что я реально где-то перегнул палку Где-то перешагнул границу юмора Знаете ли Давай, чувак Спасибо за предупреждение Так Теперь мне нужно собрать мины Чтобы сделать то, что я хочу Они стоят на том мосту МНИП Спасибо подписавшимся Блять Я, кстати, игру забыл поменять сейчас Черт, я поменял не только игру Но еще и стояло, что я на норвежском стримлю Хорошо, что ни один норвежец не подписался Я бы, наверное, их разочаровал своим контентом Изнасилование беспомощных женщин на глазах у стариков Ну что ж Трех мин мне будет достаточно Для того, что я собираюсь сделать Я вот только не знаю, как лучше поступить У меня Какие вообще Скиллы прокачаны Я просто боюсь, что я даже не дойду до туда Без оружия Тринадцать Оружие Семнадцать Блять Мой персонаж вообще не создан для того, чтобы играть в эту игру Но Наверное Наверное, в тесном помещении это будет лучше Спасибо еще одному подписчикам Хованский бы из первой локации не вышел Он и не вышел, ребят Он и не вышел из первой локации Серьезно вам говорю Оп Неудача Ему многие рекомендовали эту игру Он пытался играть Даже летсплей писать Но так получилось, что он реально не вышел из первой локации Да, конечно, с таким персонажем играть То еще удовольствие Ну да ладно Почему пиво не удаляет жажду? Я несколько дней подряд пил вообще только пиво И не чувствовал себя измученным Жаждой Это нечестно Поэтому я и не люблю хардкор мод Но я уже знаю, что там есть чувак Поэтому Огонь на упреждение А нет, он еще не вышел Я прям как терминатор Правда и сам себя покоцал Но левая рука мне не особо нужна Все равно любимой женщины уже больше нет со мной Так Закрыть Помощь Симулятора На хардкоре я, по-моему, не могу лечить повреждения Но у меня дохуя докторских саквояжей Ой-ой-ой, парень Ну ты и елду достал Ну ты и елдень достал, чувак Ну, собственно, мне даже этого скилла в холодного оружия хватит, чтобы его наказать И тебя Шериф Посмотрите, сколько медалей у этого парня Он ветеран, не иначе Что вам, что у меня А, все, понял Эти 9-миллиметровые пукалки И моя броня Которая дается в бесплатном DLC Если что, играю у нас, по-моему, на сложном или на среднем уровне Но вы сами понимаете Баланс в этой игре просто нереальный Я не понимаю, какие проблемы были у Хованского связаны со всем этим Так Красноречие Да вообще пофигу, во что кидать Все равно к концу игры он будет супер прокаченный Теперь важный момент На всякий случай сохранюсь еще в такой слот Что я хочу попробовать Сейчас объясню Смотрим Ну, многие уже, наверное, догадались Все понятно Я вот только не помню Эти мины правильно работают Ну что ж, посмотрим Блять Вот пидарас, а Суки-блюдок Ладно, сейчас посмотрим Еще раз С первого раза никогда не получается Пока можете свои прогнозы Покидать Ну давай, чувак, не подводи Да что ж такое ты Почему ты не взрываешься Я расстроен Разочарован очень сильно Давай же, парень Конечно, беги Ну если сейчас не получится То значит Да Блин, ну игра говно, чуваки Я думал об этом всю вчерашнюю ночь Думал всю блядскую ночь Игра полное дно Я даже не знаю, что тут еще сказать Почему она не срабатывает Я понять не могу А если на нее наступает То она должна рвануть Дай ему по башке Чтобы он на тебя разозлился Но это как вариант Тогда он может быть Начнет сюда отступать Давайте попробуем вот что Это реально интересно Я реально хочу это попробовать Ну-ка Теперь он стал мне Враждебным Он Не-не-не-не Блядь Он еще и ствол достал А выглядел таким Долбоебом Конченным Вот я тут Давай Давай, чувак Я здесь Ну же Ну давай Иди сюда Бля Ебаный Клинтыст Иди сюда Ты достал меня Ага Ну ладно Теперь это хотя бы Сработает Я понял Короче Как надо сделать Заложу весь этот Выход И накричу на него Ну просто обидно Я был уверен Что достаточно Чтобы он просто Шел Какой Смысл Если он Ну типа Враждебен Ко мне Это не так смешно А если ты его отпускаешь И все такое Ладно Кто ты У меня есть еще Одна идея Сейчас я попробую Ее реализовать Мне кажется Это даже будет Смешнее Блядь Они вообще Взрываются Если у них Выстрелить Ага Взрываются Значит У меня есть Шанс Оно того Не стоило Но Все равно Приятно В принципе Из Останков Всех этих Людей Можно было бы Собрать Отдельного Нового Человека Ладно Короче Блин Жалко Я думал Он рванет Когда будет Выбегать Короче Я просто Час потратил На полную Херню На изнасилование Блядь Самого доброго Персонажа В игре Который вам Помогает И на то Чтобы ее Зарезать Потом я пытался Взорвать Трусливого Шерифа Но он Сука Был Невзрываем Эх Не вегас Не для меня Не вегас Не для меня Выстрели в него Когда он умен будет Ну или так Ну да У него Перк хождения По минам Он слишком умен Он как Иисус своего Времени Игру вообще Не слышно Да хер с этой игрой Ладно Короче Я поиграл Немного Вегас Посерьезно Моего проходить Конечно На стриме Не имеет Никого смысла Подписалось Еще несколько Людей Так Валти Спросит Спросит Кекс Настей Блин Мне так не хочется Уже туда возвращаться Это такой Гумос Типа Я бы поиграл С Кексом И Настей С большим удовольствием Но мне просто Настолько Испортили Настроение Эти мусора Что я Не знаю У меня еще На неделю Желание Не будет Туда заходить Вот если Одиночная игра Портит тебе Настроение Тем что Что-то не получается Да типа Ну мина не взорвалась Да и хрен бы с ним Но когда В мультиплеерной Ты продумаешь Идеальный план Я теперь не скажу Зачем мне нужно было Пять Черных Хэтчбеков Никто никогда Не узнает Может быть Я просто вообще Никогда больше В компьютер не буду играть Может быть Завтра меня завербуют В секту И я навсегда Уйду в нее И мне не Не захочется играть Больше в компьютерные игры И вы такие будете До конца своей жизни Блять Сидеть и думать А че же я хотел сделать С четырьмя черными Хэтчбеками А зачем они ему были нужны Не для того Чтобы грабить банк Нет Нам вообще Ничего Преступного Не было бы Ничего Скажи что Давайте поотвечаю На вопрос Перед концом И оффну Скажи что Мне лучше сделать Конец Еще за пивом И смотреть твой стрим Или стать благоразумным И идти поспать Поспать Я сейчас оффаю стрим Бесконечное лето Неа Неа Сделай хаос какой Неа Дай алтису шанс Неа Нет ребят Нет ребят Нет ребят Ну ноль из десяти Реально Блин Тут без вариантов Без вариантов Ноль из десяти А ведь прогнозы были Взорвется У него броня Аллахуабар Не взорвется Не получится Да Да Шутка про ветеранов Не зашла Она только для тебя Не зашла Я смеялся про себя Я сказал ветерана И хохотал внутри Вот такое вот дело Ладно чуваки Давайте На меня еще несколько человек Подписалось Со времен Гошиша Это Задира Сергеевич 019 Отсет Карамбаев Фауез Серкбол Фрейдер И сектор На самом деле Если вы по много раз подписываться Потому что я уже Третий раз Одного из этих людей Либо блин У вас у всех Какие-то чурканские ники Либо ты уже Третий раз Подписываешься Чувак Если вы хотите Мне помочь финансово То лучше закиньте 100 рублей Там на Яндекс Допустим И я потом Куплю этот Драгон Эйдж На следующий стрим Ваши-то деньги Мне не жалко Будет потратить на него Вот Потому что подписки Для меня важны Только с той точки зрения Что ради подписок Люди приходят На стрим Чтобы их ники Появлялись На нем И так далее В общем я думаю Что на самом деле Стрим сегодня Не такой плохой был Не такой плохой был Как можно было бы подумать Поиграли и в Трэшак Поиграли и в Фаркра Еще немного А Алтис К сожалению Не заехал Но тут не моя вина Чуваки Если хотите Чтобы Алтис был То вы должны протестовать Райот Блять Должен быть Идите на форум Дельта Сквада И устраивайте бунты Пусть чистят ряды Мне плевать Что меня застрелил Какой-то кадет На самом деле И то что по правилам Я был действительно Со стволом С этим В мирной зоне Просто Даже в таком случае Он должен был Меня арестовывать Потому что я-то Стрелять в него Не могу в мирной зоне И все такое Ну это мое мнение Конечно Тут Может быть и двойственное Будет Я просто за то Чтобы только Про релеплеи играть Больше в Алтисе Делать нечего Вся эта стрельба Это полная тупизна В Нью-Вегасе Мы добились Своей любви Это важно Очень Потому что Любовь Это то что движет нами Так говорил еще Рубен Попян Ну и в конце концов Еще и взорвали С клеевого шерифа Но Может быть это уже было Не так весело Но я уже реально устал К тому моменту стримить Сейчас я какую-нибудь Может музячку Да Музячку поставлю вам Под конец И Пойду отдыхать Приходите завтра на стрим Я не знаю Сколько он начнется Но я думаю Пораньше Часа в 4 вечера Было бы здорово Спасибо всем подписавшимся Еще раз Спасибо всем Кто был сегодня на чате Спасибо тем Кто считает Что стримы Реально залетают Потому что Ну чуваки Сами знаете На самом деле Стримить не так просто Я стараюсь развлекать Как могу Это во всяком случае Смотреть меня лучше Чем смотреть телевизор Я надеюсь Что дальше Мой скил В плане стримерства Будет только расти Ну а что касается Сегодняшнего стрима То он закончен Всем чмавки Приходите Приходите завтра Это было в 41-м На 4-м белорусском Шли безусые мальчишки За Россию умирать После бала выпускного Погрузились в эшелоны И остались на перроне Павел Инвалид отец и маг Ветераны Ветераны Защитившие отчизну Ветеранам сердце гнеет Пламя вечного огня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok